Мне интересно просто узнать ваше мнение вот об этих беседах, как вы были? Что личного ты думаешь? Неоднократно бываешь и... Что бы хотелось бы сейчас в личной беседе каждому из них высказать и отдельно судимецы? Что я могу каждому высказать? Мне кажется, что беседы у нас не в том направлении идут. Беседа должна быть или разбор слова, или же кто-то, один из руководителей, в данном случае Дмитрий, мог бы, допустим, избрать тему и говорить, только он один. А когда он спрашивает мнение других, как ты думаешь, кто еще что скажет, кто что добавит, и каждый хочет просто высказать, просто сказать что-то хотя бы даже. Он вообще даже начинает говорить и не думает, зачем он кончит, а просто начинает говорить. И все, восточная такая у него пошла, вокруг да около, лишь бы что-то говорить, ну все. Ну, что это дает всем остальным? Ничего не дает. Вышло что-то такое. То есть оно идет, время пропадает, больше ничего нет. Конечно, нужно быть твердо, чтобы была Библия на столе, чтобы могли опираться на Писание. Допустим, и все бы листали, перелистывали хотя бы, ага, он находит такое-то место, да, подтверждение этому, или вопровержение, или еще там должны места быть. И все листают. То есть здесь уже вырабатывается и кругозор, и ориентировка, и слово, оно запоминается стих, там, допустим, уже наизусть запоминаешь точно. Я, допустим, который стихи знал, сейчас забыл, но я хотя и уже давно не стал заниматься этим, как приехал почти сюда. А почему он не так не делает? Потому что мы не один раз об этом говорили. И почему он больше ни разу не предоставил слова? Ну, я не знаю, потому что отец Дмитрий говорит, нужно понимать Евангелие духовное. Евангелие – это не та книга, которую можно таскать в кармане, не та книга, чтобы ее все время листать, вот так вот туда-сюда переворачивать от корки до корки. Он противник этого, он хочет, чтобы Евангелие лежало, вот на новой у него лежит, вот и все. В крайнем, в редком, в редком случае, потому что я раз свое Евангелие достал, маленькое карманное, значит, и прочитал. А одна там сестра отвернулась и говорит, так это у него Евангелие-то свое. Отец Дмитрий говорит, да нет, это у него не свое, у него такое же, да ну, у него там что-то написано, это не то, наверное. Он говорит, нет, давайте достанем наш Евангелие, давайте сверим, что у нас написано. Вот только достали тогда Евангелие, сверим, что написано. Я знаю, сколько уже лет, ни единого раза Евангелие на столе не бежало. Это просто демонстративно показывается, что не было и не будет. Я хочу вот что, пояснить, что это, ну, то есть, чем это вызвано. Просто отец Дмитрий, он хочет, вот которого у него окружение в данный момент, ну, очень люди. Ну, и слабые, духовные вообще, даже больные там есть, некоторые приходят, некоторые вообще не знали ничего. И вот все приходят на эти беседы, просто побеседовать. И с таких людей нельзя вот взять сейчас. Вот я думаю, что в этом, вот в настоящий момент, если их сейчас заставят вот так вот заниматься, как вот, допустим, вы занимаетесь, они просто не смогут, да никто не будет. Ну, я думаю, что не будут, наверное. Хорошо, проходит год, другой, третий, но люди-то нисколько в этом вопросе не изменяются, как и во внешности. Была она накрашенная, была бесплатка, она точно такая остается, говорит, сама дойдет. Ну, вот как мы видим, не доходит, однако. Все возрастит Бог. И, допустим, если он и не готов, бывает, вот даже взять такое, как уже Евхаристия, причастие, вот. И он, может быть, и не готов, он и не подготовился, он и не знает того, что церковного распорядка, прочего всего, причащается. Ну, тут считают так, что это само причастие он будет учить. Так. Ну, нельзя отталкивать этих людей. Если оттолкнуть их, значит, ну что, будет просто плохо. Пусть они, видно будет, что дальше будет с них все. Ну, а ты как это видишь? Правильно сказал. Правильно. Все правильно. И то, что они не знают, чем закончат, потому что развивается какая-то тема спонтанно, я бы сказал. Человек ищет выход на ходу, ищет. И то, что он сейчас нашел, он через день забудет. Он не привязан ни к строкам Писания, ни к какой-то теме, которая в течение месяца. А ведь темы все именно таковы, что ему уже в течение месяца или по крайней мере четырех-пяти уроков. Вот символ веры, помню, когда оглашали вот наш батюшка молодой, который только рукоположен. Он оглашал крещаемых взрослых. Так у него занятия шли неделю целую, то есть с понедельника до пятницы, включительно, каждый вечер. Это по одному только символы веры. А здесь сегодня крест, то есть что значит мой крест ничего, то еще что-то. Это очень просто. И вот мне кажется, что этих людей он боится отпугнуть. Он их вытягивает постоянно. Он им говорит, не отвлекайтесь. Они, как малые дети, и очень увлекающиеся, и любящие себя. У всех есть теории свои. Каждый со своей теории сюда приходит, и теория на теорию накладывается, получается гам, тарарам. А он бедненький, всех их должен перекричать. Это самое обидное, самое больное. Потому что они не замечают, как старик напрягается. Их бы собрать надо вместе и сказать, без него. Вы, мужики, когда приходите, вы не забываете, сколько лет ему, сколько вам. У вас много, он один, и вы его так загоните в бой. Но вот в этих рассуждениях сегодня, если их не останавливать, то они с этим и пришли. Действительно, никто не привязан к своему убеждению. А вот тот оригинально, это уже повторить нельзя. Надо вновь на ходу что-то придумывать. Душа не успевает мысли подставлять под все эти новые измышления. О, вот это вот здорово, а это еще здоровее. А то совсем здоровее. Ну а сейчас вот не бойтесь от Дмитрия удержать что-то. Да и даже и при нем они. Действительно. На чем все это должно остановиться? Когда-то. Эта тема начни повторять, а дважды ее одинаково уже никак не повторить. А как говорили святые отцы, ни одного ни разу не вспомнили. И собственно привести какие-то места описания. Вот на ходу, что сегодня прочитал, то и запомнилось. К чему привязать это все, я по всей день три гадости не могу никак понять какой результат. Мне кажется, все это должно остаться только одна пыль и прах. Иначе быть просто и не может. В вопросе, обманывать не обманывать, этот хирург начинает говорить. Ну что за вопрос? Когда всякая неправда есть и грех. Яснее ясного написано. Когда однажды женщина родила и врачи рассуждают, верующие. Говорить ей или не говорить, что ребенок у нее умер. У нее тяжелейшее состояние. Если сказать, а ей 45 лет, она первого ребенка родила, она не выдержит, умрет. Сказать, что не умер, не правда. Что делать? Они советуются. А она криком кричит, покажите мне ребенка. Покажите, я умираю. Видеть своего ребенка живым, она еще может продлить жизнь. Какой ответ вы бы дали? Я бы дал, я уже понял так вот как-то мне, что я бы сказал, что ваш ребенок умер. Ну или мертворожденный. Может быть где-то бы ее сила вдохнула, она бы собралась и еще бы может продлить. В России остановились на том, что если правда может убить человека, пусть она убьет его. Вот весь ответ. Здесь нельзя ни в какую сторону отступить. Ни налево, ни направо. Теперь вторая женщина подходит, вопрос задает. Я не стал с ней разговаривать. Она была в 50-никах, она видела у них просветленные лица. Все, это уже заключение о том, что там вся истина. Но она вообще быть не может. Я хотел бы сказать тебе, взглянула бы ты на пророка Илью. Ты бы до дома юбку потеряла, бежала. А тебе не на десятников смотреть. Посмотрела бы ты на Моисея, у которого лицо сияло и земля трепетала перед ним. Тебе бы посмотрели, как он в песок зарывает этих. Одним ударом заваливал их и в песок. Побольше бы вам таких вот посмотрели бы на пророка Исаия. Жезлом идущего Иеремия потрясает вокруг все. Просветились. И ни один не возразит, ничего нет, не сказано. И причина одна только – нет Слова Божия. Нет твердой основы, нет фундамента, на котором вот утвердить свою мысль. Евангелие мы все знаем. Ну, не так точно, допустим, в буквальном смысле. Но все читали не однажды, наверное, Евангелие. И чтобы рассуждать, значит, ну вот так вот, как сегодня рассуждали, то у каждого хватает духу на это рассуждение. То есть, ну, все знают. А вот если вот взять конкретное, ну, любую главу сейчас открою и начни читать с первого стиха, если начинать думать, то и пойдет вот такое вот яролаж, тем более вот в нашем окружении там, что это значит. Вот они сегодня пытались уже некоторые, значит, приводить примеры. Что это значит? Ну, что это значит? Неизвестно, что это значит. Мне когда дал им вступительное почти слово сказать, я даже до половины не сказал, на этом он меня посадил, и все. Самое интересное здесь, та мысль, которая никогда простому смертному даже и не приходит. Но она так и не была раскрыта, и я ждал, думал, спросит. И в каждом вопросе можно было просто показать. Самая основа, где и не больше... Нет, ну, я, в общем, это подумал, что... Тема была очень интересная, это же такое вот, если бы вот ее раскрыть. Ну, хотя бы он мог, конечно, дать вот так немножко поговорить. Ну, как ты думаешь, как ты думаешь? Ну, короче, так вот. А потом все равно нужно было ее раскрыть, утвердить эту тему, то есть показать, вот как она выглядит. То есть нужно было ее дать. Тогда бы уже хоть что-то у людей осталось. Значит, тогда бы они сказали, да, я так думал, кажется, вон как. Вот это надо было все равно обязательно раскрыть это полностью. Такое, действительно, оттолкование святых отцов в церкви, в общем, как в церкви принято. Мы только так, как в церкви принято, это уже безошибочно, потому что оно проверено веками. А то, что мы можем сегодня толковать, а завтра передумаем, по-другому начнем толковать, то это уже ничего не даст. Я смотрел там, когда были у батюшки. У тебя какое осталось впечатление обо всем этом? Вот у Дмитрия? Нет, вот у Александра. Ну что, там, конечно, есть компромиссы, но он более целенаправленный, тот батюшка, во-первых. Он знает, чего ему требовать, видимо, от своих помощников, он знает, чего он должен делать сам. И я, конечно, не знаю, как выглядит его окружение, если вот так вот такую беседу из-за братья Коста Дмитрия, сколько бы там всего нашлось, я не знаю. Ну, я сегодня уже заметил то, что те, которые около него, хотя бы несколько человек, я уже знаю. Главное, во всех посеяно одно и то же, недоверие к Слову Божию. То есть человек превращался постепенно, он учит, что поднимался от обезьяни, путем эволюции, а потом Бог вдохнул в него душу, обезьяна стала человеком. Вот такой примерно. Это ереси, ереси. Я не знаю, проповедовать нет, но об этом написано. И теперь сомнения в каждой Библии находят. Кто писал, как писал, и понимать тоже не так, что его нахит не проглатывал, отроки в печи могли не быть, и писал от уневного хода Носор, и вот такой вот все своим умом подвергать. Да, вот куда мы ездили сегодня. Ты видел, которые книги давали читать. Я убедился, что на самом деле так. И хочу в субботу поехать, если кто со мной поедет. Можем поехать вместе. Все. Посмотрите, да. И думаю дать сражение по этому именно вопросу. Все остальное нравится. Он смело и выходит, и все. Но это ереси. Я просто говорю, это изнутри вы взрывать будете церковь. Все это развалится. И опять же ничего не даст. На все недостатки, которые хотелось показать, здесь он отвечает, я в этом не властью. На самом деле, видимо, не настоятель, а на большем. Он говорит, я не пророк, я обличить не могу, у меня не хватает на это. Так строго сказать, запретить я не могу. Но хотел бы ты вот сейчас где-либо остаться и, конечно, раз оставаться с кем-то из этих отцов, то под их эгидой быть и их мнение все это придется принимать, а не потому что их последователи, в общем-то, все похожи должны быть на них. И не жалеешь ли ты, что приехал к нам в Варнавол, увидел, вот действительно лезем в душу, буквально изматываем, и ничего-то у нас нет у старых тураков, кроме Библии да Святых Отцов? Вот сколько ты уже у меня лет здесь, не пожалел ли сравнивая все это? Нет, не пожалел. Слава Богу, что так. И кроме Святых Отцов и Библии ничего нам и не надо. Потому что то, что Святые Отцы объяснили, то, видимо, Бог и хотел сказать всем. И сначала люди с помощью святых отцов это узнают, а потом уже своим духовным опытом, видимо, доходили до этого. Сами второй раз все это открывают и другого ничего не надо. Ну а как вот со стороны это выглядит, что у нас ничего нет? Они такие, там, знают всех Бердяковых, Бердяевых, Хомяковых. А мы ни один рта не смеем раскрыть на эту тему. Да, Федорова. Как вот со стороны это выглядит? Слишком ли старомодно и глупо или нет все-таки? Какой-то вес слова имеют в их глазах? Я не знаю, как они считают это со своей точки зрения. Ну а как? С какой точки зрения? Русских, например, как они смотрят на то, что мы ничего этого не приводим и не признаем, а рубим только одну. Давай слово Божие, да и все. Они считают себя мыслящими людьми, потому что у них строго индивидуально каждый человек, у них такое мнение. Значит, он должен размышлять и выдавать свое мнение. Потом по другому вопросу во всей Библии. Толкование у них свое получается. Я спрашиваю, как со стороны мы выглядим в их глазах, вам кажется, что у нас нет этих ни познаний, ни той мудрости, а только одно слово Божие, да вот давай нам святых отцов, да так их. Мне кажется, они смотрят просто как буквоеды. И все. И сектантский дух у нас. Там было сказано, что мы, даже может в записи осталось, мы глубинка, мы деревня, на что у нас нас спрашивают? Не Федора, мы не знаем, нам не достать это. У них культура, у них широта взгляда, а культура вся она в обложках этих, а в сердце пустое. Федор, мы не знаем, он ко мне на работу приносил, я сказал, вот этот же дядя отнеси и сожги его, чтоб духа его не было. Я хочу сказать, Федора, потому что нам советовали прочитать всем очень хорошо. Не советую тебе, не погань руки и разум свой. От любого мертвеца ногу отруби и в комнату занеси, меньше будет зла. Если мы знаем, что сейчас время последнее, и тем более мы живем в этих условиях нынешнего, вот этого века всего, то, конечно, сейчас доверять просто никому, можно сказать, нельзя. Никаким вот сейчас новым таким философом, там прочим всем людям, испеченным таким вот. Только лишь, конечно, я согласен полностью, это живое слово Библия и то, что нам оставили, значит, церковь, что есть предание в церкви. Мне кажется, вот быть на беседе баптистов, допустим, 10 тысяч человек, с ними ни один бы не согласился, уже все на нашей стороне. Если бы казалось где-то, то, в общем, у них были бы только приверженцы личные, которые с ними знаются. У них, потому что, ну, раз в таком рассуждении он впервые выдерживает идеи небогодухновенности книг священного писания, то, значит, и последователи должны быть только от него. А если утверждать, что Библия каждое слово неизменна, каждая буква стоит на своем месте, то так, я знаю, понимала церковь две тысячи лет, так понимают баптисты, пятидесятники, католики, православные. Даже в этом направлении мысль пустить, и то мне радостно, я не один. Нет той опасности, что они-то как раз сегодня и с такими мыслями, новыми течениями оказались на глубинке. Это вот мое такое мнение. И на практике на какой-либо вопрос ответить, одно из того, что тут у них в заблуждении где, они ничего не могут ответить. Ответ какой дается сегодня? Что надо смотреть, надо понимать, надо глубже исследовать, находить каких-то авторов. Я один раз вам говорил уже, и сейчас еще раз могу повторить, что Библия для того и написано, чтобы ей верили. От первой буквы до последней. Верить, углубляться, и все, больше ничего не надо. Ну вот матушка была сегодня в двух местах. Как думаешь, все правильно было? Все правильно, батюшки маленькие, испорченные, скривленные, священники сами. А почему так? Не сходится их с требованием церковного устала, как он должен. Ну, курить разрешается, видишь как. Да, он даже собаку-то не учел во грех. А уж про бороду и другое там не поминают. Да, тоже, он сказал, что он как-то не прилично вроде сказал. Ну, совсем если я в ритм. Ну да, это священник, а про мирянный разговор нет? Да, да. Так. Вот в Библии пишут о шаптунах. Сегодня вот, слышим, бабушки подходят и говорят, что я вот лечу о Сибирке, заговариваю, ножом черчу, молитву читаю. Священники одни и нас только запрещают, это подводят под правила Вселенских Соборов, отлучаются на 18 лет за такое дело. А иные говорят, так она же делает хорошо, но я не слышал, чтобы кто-то прямо сказал из священников, что благословляет на это дело. Но бабушки так говорят. Лично как вы относитесь к этому, к лечению? Есть ли оно там лечение, хотя говорят, и кровь заговаривает, и помогает? Да, есть люди, у которых дан дар такой исцелять. Если они это делают с молитвой, то никакого не может быть возражения против этого дара. Ну, а всякое там колдовство и прочее, все это лишнее, и все это ни к чему. Но дар бывает такой, бывает. Некоторые люди имеют его просто от природы. Вот родились, и это как талант. Но вообще исцелять с молитвой нам не противопоказано, а заповедано. Смотрите последнюю главу Евангелия от Марка. На недужных руки возложить. Значит, если это по молитве, то вреда нет. Вот, а всякие заговоры, это все уже суеверие. Я читал в русском слове, кажется, такие еще монастырские листики были. Там один схиегумен, старец-старец. Ему пришел с такими же наклонностями человек и стал исповедовать. Тоже старец древний. И он ему говорит, прямо называет его сын дьявола, говорит, когда ты откроешь все сердце. Он говорит, я все сказал. Он до вечера продержал его на исповеди, на беседе. И тот в конце сказал, что я говорю еще слова. А он добивался, скажи, какие. То оказывается, что на месте перед Христа стоит сатана. Так вот, каждая бабка, шепчущая это, у них все дети неверующие. Сама занимается чем попало и бывает пьяница. И удивительное дело, притом рассказывает про их смерть как. Откуда этот дар? И почему она обязательно шепчет, узелки завязывает, но... Не обязательно. Я многих сел, которые не завязывают, не шепчут, просто читают молитвы, накладывают руки. Что касается у детей пьяницы, так и у святых людей бывают дети пьяницы. А у хороших бывают не обязательно хорошие дети. И у плохих бывают святые. У плохих родителей бывают святые дети. Так что тут на всех одну мерку не примеришь. Надо смотреть, что за человек, действительно. Но если этот старец, почему он его держал? Если это все не выдумка, вся эта история. Потому что он чувствовал сердцем, что здесь что-то нечисто. Потому он его и держал. А могло быть и чисто, почему же нет? Но он в конце вечера тогда уже сознался. Ну, он его уже достал, его действительно. К нему приступил как следует. Но для чего же он так к нему приступал? Потому что он чувствовал, что там нечисто. Вот я лично с тем встречался. То когда начинаешь глубоко-глубоко копать там, как правило, всегда то, что скрывает человек, связано с темной силой. Бывает так, им часто бывает. Но это не всегда. Нельзя это применять ко всем случаям. Вот. Потому что что же у нас получается? Нам заповедно исцелять, а мы даже боимся этой мысли. А если болен, позови Пресетеров. Мы знаем два врача, поликлиника и батюшка. Верно, но это уже от нашего маловерия. А вообще-то каждый может молиться и исцелять. Так Господь говорит, что это знамение верующим дано всем. Не только батюшкам, а всем. Но не должны хруться возложить. Это сказано не только о духовенстве. Не для апостолов это. А это знак всем верующим. Вот много я слышал про Гришку Распутина. Лично вы думаете, что это была за личность? И почему имел такое влияние на царя? Это тоже от природы. Есть люди, которые обладают такими способностями. Ну, это в общем не изученная вещь. Это способности типа близких к гипнозу, огромная жизненная сила. Вы знаете, что Распутин отравленный, застреленный, довольно долго жил под водой. Но не в этом дело. Таких людей есть много. Добрые употребляют, как-то с этим данными, в добро, зло и в зло. Но почему его было влияние? Потому что царь себе здесь как бы воплотил трагедию православного народа. Вместо того, чтобы искать истинной мудрости в Слове Божьем, и в тех, кто на это слово все положил и глубоко в него внедрился, все время искали старцев. Вот эта приверженность к старчеству, осужденная Спасителем, Христос прямо говорит, что предание старцев – это то, что человеческое в вере. А у нас обязательно надо искать каких-то старцев, чтобы они прорекали, чтобы они изрекали. И вот эта ошибка жестокая, за нее воплотился и царь, и все остальные. Они искали себе обязательно старцев, который бы изрекал. Чтобы не от Бога все получить свободно, а чтобы вот... Скажи, Гришеньки, вот, отправлять армию или не отправлять – это языческое представление. И вот они нашли себе старцев. Это как бы бес над ним позмеялся, но смех-то был горький. Вот. Поиски старцев очень часто приводят людей к шарлатанам. Вот. Кроме того, вообще старчество – это чисто монашеское дело. Старец – это, значит, духовник монастыря, который дает человеку послушание, и тот обязан в силу своего монашеского звания послушать его в любом случае. А у нас все это забыто, и теперь старец вылезает любой тому. Многие даже священники и белый духовенцы начинают там старшествовать. Вот я тебе за послушание давит тот и тот. Это все выдумка, отсебятина. Это все отсебятина. Вот на этом и пострадали те люди. А вы читали книгу «Босиклона»? Да. Да, но я читал много книг вообще по этому вопросу. Так вы считаете сейчас, что старшество уже ушло? Оно и живое? Нет, оно должно быть, где оно должно быть. А если как старший товарищ, опыт, к которому обращается за советом? Это духовник. Духовник может дать совет, но никогда не может сказать, что я тебе даю за послушание, вот делай так. Если уж мы так говорим настойчиво, только в тех случаях, когда это в воле Христовой и Церкви несомненно. Но приходит женщина и говорит, вот мне надо обязательно вытравить ребенка, вот мне неудобно его родить, так? И когда я ей говорю, что это безусловный грех, и что никакого не может быть сомнений, если я говорю не от себя, не то, что это мое личное мнение, я говорю о церкви. А когда она мне говорит, как мне отдавать, и научиться, или там пускай идет в армию, так, естественно, я могу ей только посоветовать, а ее свободную волю решить. Вот. Если, конечно, она будет всегда поступать против моей воли, то какой же я и духовник? Естественно, у нас контакта нет. Вы мне разрешите кое-что из личной вашей жизни спросить? Пожалуйста, если не секрет, скажу. Да. Вот вы сказали здесь о духовнике. Как в вашей жизни духовник играет? Какую роль? Ваш личный духовник. И есть он у вас? Есть. Есть. Ну, какую роль? Я у него исповедуюсь, и он мне дает совет тоже. Так же, как... А вот ваше мнение относительно священного писания, это исследование, которое вышло из-под вашего пера, он все знает? Да. И как он смотрит на это? Очень хорошо. Так, а вышестоящий архиерий читал те книги, которые вышли тоже от вас? Мой духовник еписк. Вот как? Да. Я подумал, что... Нет, он еписк. Какой-нибудь монах, думаю? Нет. Нет. А патриарх знает ли о том, что вы писали об исследованиях Библии? Вразе патриарх до того, у него свои дела, чтобы заниматься этим вопросом. Нет, он вообще читал, когда он был митрополитом, он читал мои статьи и высоко их ценил. Ну, ага, все это. Значит, вы лично, когда с духовником бываете, не только на исповеди, но и беседуете с ним? Да, разумеется. И вот то, что у вас эти исследования есть, как вы до этого доходили, он тоже интересуется этим? Ну, специально нет, но он все это читал и одобряет. Значит, я буду, может быть, хоть не совсем прав, но считаю, что если что-то было неправильно, за что вы понесете ответственность, ну, как любой из нас, то и духовник, одобривший вас, также будет разделять участь вашу. И положительно и отрицательно. Надеюсь, надеюсь, что... Ну, поскольку он совершенно уверен, то и я уверен. Да, но ведь не было ни одного, который в аду сидит, и чтобы не был до конца уверен. И даже любой партии, группировки, религии. Ну, тогда вообще жить нельзя. Тогда вообще... Мы каждый раз можем сказать, а если так, а может так, а может это, а может так. Значит, он проверяет по Слову Божию. Конечно, а в Слове Божьем противоречий полно, так что тут вопрос тоже не такой простой. И кто будет цеплять за Слово Божие механически, тот может надергать оттуда цитат противоположных, сколько хочешь. То есть, один будет оправдывать мир, а другой будет оправдывать войну, и каждый будет приводить цитаты. Я слышал, что 153 тысячи противоречий нашли. Да, в 12 веке был богослов Петр Абеляр, который все эти противоречия вытащил в 12 веке. И написал книгу «Да и нет», в которую привел отцов церкви и священнописание противоречий. Я объяснил, почему это. Но это личные вопросы задаю, они не тайны для вас. Нет. Так, еще из личной жизни тоже. Что вы знаете в оригинале и на каких языках? То есть, какими языками владеете и что на тех языках читали? Ну, я в основном читаю по-английски. В основном. Вы свободно разговариваете? Нет, я не разговариваю, не с кем разговаривать, я с иностранцами не общаюсь особенно так. А древний еврейский язык? Разумеется. Вы его знаете хорошо. Ну, во-вторых, я могу переводить, читать. А греческий? Тоже. Вот сами вы себя как оцениваете в этих познаниях? Примеры, на каком уровне они у вас? Если взять, допустим, вот как, допустим, Хвольсон был. Нет, ну тут был, конечно, настоящий специалист, филолог. Мне, конечно, далеко до него. Так. Ну, следующий тогда вопрос так напрашивается. Если его, кажется, как звать-то было? Хвольсон? Да. Данила Врамович. Да, да, кажется так. Если он такой первоклассный европейский ученый с западноевропейским образованием, основную часть перевода сделал как Павский, и они не сомневались в том, что оно только так. В основном, кажется... А, ну это все давно было, они умерли сто лет назад. Да. Это все, с этих пор такое количество сделано. Да, насчет Библии, знаете что? Вот я специально передал рукопись, вернее, вот эту штучку. Вот вы могли бы послушать, там я все это изложил. Ну, я еще тогда спрашиваю, потому что там, может быть, вы сами изложили, а у меня вопрос, может, несколько иначе будет поставлен. Ну, в общем, я могу еще пояснить, что всякий перевод есть уже свой род толкование, потому что слова на одном языке имеют один оттенок, а на другом языке другой. Когда Господь говорит Иуде, вот, друг, для чего ты пришел, то там стоит не друг, а этайра. Этайра — это не друг. А перевести нельзя. Этайра — это товарищ, это уже более оттенок такой, спутник, так сказать, соучастник. Он уже не назвал его другом. А человек, который читает только по-русски, он будет думать, что в этот момент Господь назвал его, как бы, лицемерно другом. Он его не назвал другом, он назвал его этайра. Друг — это совсем, это не подходило в этой ситуации. Я почему об этом спрашиваю? Я сам занимался переводами. Знаю, я немецкий, английский, французский занимался, испанским тоже. Очень хорошо. Ну, все это так. Ну, немцы даже и не отвечали меня, что я не немец, с англичанами беседовал. Я отвечаю, да? Да, но все это дело, я говорю, в прошлом. Я даже в стихотворной форме переводил, как вольные переводы у них есть. Но я знаю, насколько это дело трудно, и при том перевод не с самого оригинала. Вот в чем еще. У меня нет стопроцентной уверенности, что что есть оригинал, с чего я перевожу. И не перевожу ли я самую ошибку? Для этого существует особая благословская наука. Называется текстуальная критика. Она пытается восстановить библейский текст наиболее близко к оригиналу. Лично вы какими оригиналами это уже под вопрос пользовались? Я только о Библии сейчас говорю. Библия Гебраика, издание Киттеля, единственное в мире. Так, а вот сами манускрипты, из которых перевод делался? Нет, нет. Низинайский или кодекс Безы? Библия Гебраика содержит в себе все эти кодексы. Вы уверены, что то, что было напекатно, без повреждения? Это не я уверен. Делается для всего мира, это полиглот. Для всего мира делается Библия Гебраика. Она включает в себя все, что есть из рукописей. Все варианты, отклонения, все. Такой же есть Новый Завет. Так, тогда вот на том познании, на котором вы стоите, или когда изучали, допустим, писали про Библию, чтобы перевести Новый Завет, и вас от всего, чтобы освободить, вы занимались только переводом, от семьи от всего оторвать, как в келью посадить, сколько вам потребовалось времени? Ну, это я не знаю. Это я не знаю. Даже ошибитесь, на один год разрешаю. Перевести просто, ну, несколько лет надо, конечно, для этого. Несколько лет. Понимаете, тут ведь сложность в том, что мало передать точно мысль, но надо ее еще передать так же прекрасно, как она звучит. Главное учитывать, что ни одного слова нельзя добавить. Даже ставочное слово курсивом должно быть написано здесь. Оригинал должен быть соблюден полностью. Все равно никакой перевод не может быть параллельным. Ну, вот это даже перевели бы. Трудно сказать. Да? Ну, не знаю, я это не могу сказать точно, потому что, понимаете, найти соответствующее слово, которое бы точно передавало бы, то слово, не так просто. Вот. А сделать подсрочный, вялый, скучный, сейчас вот делали там, в Ленинградской академии, трудно читаемо. Трудно читать. Вы лично сами Гигзапа Оригена читали? Нет, но все то, что это указало, содержится в этом труде, в Библии Гебраика. Так. Ну, я думаю, тут тоже не секрет никому, что это был специалист, каких, может быть, столетий не имели. Да, но теперь уже все иначе выглядит, конечно. Так, вот вы даст словами иначе поясните теперь. Что вы имеете в виду, иначе именно? Если то слово тогда понималось так, а ныне? Вот видите, дело в том, что Ориген четко нам дает, какими руками он владел. Сейчас, благодаря раскопкам, мы нашли гораздо большее количество рук, ведь многие из них принадлежат периоду дорожества Христова. Впервые, можно сказать. Впервые свитки, которые написаны дорожества Христова. Явных противоречий есть ли нет? Нет, нет, нет. Надо сказать, что тысячи разночтений, тысячи вариантов, которые находятся в Библии, они никогда, и в этом чудо священного Писания, никогда не нарушают главного духовного смысла. Вот этот новый заграничный период Нового Завета, Виссариона, у вас был? Да. Как он вам нравится? Он более точный, но, к сожалению, он литературно слаб. Так, хорошо. Теперь, чем вы объясните то, что так сильно язык изменился с времен Петра Первого? Это тоже я как бы подсрочник хочу сейчас намечить. Почему он отменялся до определенного момента, и вдруг язык Пушкина, и как будто все остановилось. Язык Библии сто лет назад, и сегодня читаем, и ничего не нужно менять. Почему? Что случилось закрепление языка на этой стадии? Какие труды, может быть, что-то распространялось в это время, особенно в мире? В любой стране происходит изменение общего ритма жизни, общего культурного фона, обмена с другими странами. И сейчас, наверное, никто не говорит в Англии так, как говорили во времена Байрона. Так же еще раз не говорят, как во времена Пушкина. Язык всегда меняется. Во все, если мы возьмем Библию, то мы сразу отличим там язык наиболее древних частей, или взять самую позднюю книгу «Премудрость Соломонова», она уже написана, имеем совершенно, это даже видно в переводе. Все меняется, вот история идет, люди как-то меняются. Я сейчас о русском переводе, что если читаем... А русский перевод, почему он закрепился именно с этого момента, а еще, если взять прямо от Петра I, он все указывает Петра даже читать сегодня, как на церковном славянском. Почему внезапно язык остановился, и дальше вот читаем Библию сегодня, она родная, близкая, как будто вчера написанная. Почему? Что послужило закрепление языка вот в этих рамках? Два языка посчитал уже русский, древнерусский. Нет, братья, не в этом дело сейчас. Вот пусть вообще ответит. Не знаю, никогда не думал. Я просто считаю, что любая книга о священном писании в первую очередь нуждает в систематическом переводе. Что переводить любую книгу надо каждые 25 лет. Заново. Любую, может быть, кроме Библии сказать? С Библии надо начинать, потому что она же для нас важнее всего. Мы ее читаем все-таки в передачах, в интерпретации, в переводе. Мы читаем не Библию, а мы читаем, в общем-то, то, что думали на эту тему люди 100 лет назад. А Библия нуждается в постоянном переводе. Сейчас на Западе выходят десятки переводов. И человек, который хочет углубиться, не зная языка, он имеет возможность знакомиться с Библией в новых переводах. Потому что язык меняется. Я вот в чем сказал, что ни одно стихотворение, ни одно произведение не имеет таких корней в сердце человека, и особенно русского человека, столь претерпевшего, как Слово Божие. И если там все-таки, вы говорите, нет тех ошибок, которые влекли бы к погибели, вы в прошлый раз подтвердили, и эти разнощения весьма незначительны, то даже одно слово переставить, это ранит сердце, это заучено, этим человек живет. Это ежедневная его молитва. То ради чего стоит вот это смущение вносить? Отвечаем. Если так говорится, давайте все по-славянски оставим, потому что раньше тоже было, это ранило людей, когда по-русски они что-то услышат. Тогда давайте остановимся и вообще вернемся назад, и ничего не будем вносить. То было непонятно, мы говорим сейчас о понятном. Многие вещи в церкви изменялись. Если думать, что не надо никого ранить, тогда и старобрядцы были правы, что ничего нельзя 17 века менять. И вообще не надо ничего менять. И вообще надо было, правы были апостолу Яковлеву, что надо просто всех в обрезание вводить, и в Ветхий Завет, а потом креститься и жить всем в иудео-христианстве. Потому зачем менять? Это же Бог дал все эти законы, заповеди, никто их не отменял. Если мы начнем пять месяцев назад, мы должны откуда придем? Церковь – это живой организм. Об этом нам говорит Священное Писание. Это дерево, которое растет, нельзя его загнать обратно в семечко. Вот. Это живая жизнь. А жизнь она меняется, она проходит. И, конечно, кому-то там, любителям старого, он сейчас во Франции, целая толпа людей, не хотят по-французски службы, и все. Хоть и папа им говорит, все там, значит, отлучили этого епископа, и все. Служат по-латински, и все. Ну, потому что ранит их сердце французская обедня. Им нужна латинская. Но жизнь требует того, чтобы вкончать латинью. Эти люди перемрут, в следующем поколении будет все просто. И эти люди, которые у нас сейчас живут, когда они получат новую Библию, скажем, через 20-30-40 лет, постепенно это уйдет. В это я лично не верю. Думаю... Ну, посмотрим. Очень уж родное, близкое язык не изменился. Перевод... Не изменился, верно, верно, не изменился. Но дело в том, что все-таки есть целый ряд причин, которые перевод требует новый. Например, по сути апостола Павла, там есть просто места совершенно неправильно переведенные. Просто непонятно, о чем я говорю. Ветхий завед переведен точно примерно процент на 60. Процент на 40 там просто с потолка связан. Три духовных академии, такие ученые. Да это же ученые-то какого времени? Какого времени? Сто лет назад. Ну, сейчас библейская наука стала развиваться как раз с конца прошлого. Ну, Библия-то, это же не библейская наука, это Слово Божие. Вот я вам специально дал вот эту штуку, чтобы послушали, пока меня ждали. Тогда было бы все ясно нам, о чем мы говорим. Тогда опять же вот к этому я возвращаюсь к языку. Слово Божие и Слово Человеческое. Не надо забывать, что Библия-Богочеловеческая книга. И иначе мы заблудимся тут. А почему написано, что Движимые Духи писали человеки, но... Движимые Духи, но человеки. Вот не надо, Христос был человек, но Бог. Бог, но человек. Если мы одно звено уберем, все рушится. Если мы уберем человека, как автора Священного Писания, то мы впадем в деле монофизитства. Если Библия будет только Словом Божиим. Она Слово Божие и Слово Человеческое одновременно. Как Христос есть и Бог и Человеческое. Ну это о Христе. Но где в Библии сказано, что она именно Слово Божие и Человеческое? Она называется только Божие. И только Божие. И только Божие. Ни одного места нет, что... Да есть, есть. Ну как, сказано, Моисей по высокосердию вашему, там, это Христос говорит. О Моисее. Значит, Моисей, прежде чем записать Слово Божие о разводе, он подумал, что эти люди высокосердины, значит, он это изменил. Есть многое, это долгий рассказ. Так вот, если взять сейчас, вы говорите, дерево разрастается. А если вот оно дерево, когда бесконтрольно начинается перевода, оно вырождается, пускает за ограду ветви, на которых делают прививки сами, другие... Садовник нужен. Садовник. А, очень. Но если внутри ограды, то там другой садовник начинает свои прививки делать. Нет, должен быть один садовник. Ну а теперь смотрите, вот сейчас в настоящее время примерно около шести тысяч христианских сект на земле. Каждые полторы недели появляются... Это партизаны. Это же не садовник. Садовник один. Но они прививают к этому дереву, они доказывают, делают перевод... Это пастырство, которое должно с самого начала руководить церковью. Вот для чего нужен садовник? Чтобы дерево словно нормального роста. Вот это вся трудность в чем дело. Что почему, когда спросили одного старца, в чем причина вот такого разногласия у людей? Он говорит, на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Смысл он употребил на слово сели, то есть не садил их никто. То есть самостоятельно они сели. Так вот если так, я не хочу далеко уходить туда, а поближе взять. Из двух зов, может это не по-евангельски будет звучать, выбирать меньшее, но оно как-то в жизни так у нас бывает. Бывает, конечно. То, что лучше, когда мы видим, только допустили чуть-чуть изменения в службе, оно пошло и бесконечно дробиться. Но это всего лишь служба, действительно человеческая может быть. Но когда в слове Божьем допустили, чуть-чуть отклонения, 11 книг совсем улетели, отдельные главы сектанты выбросили. В начале с новой перевода не сходится. Что же лучше, оставить как есть, но пусть это будет анахронизм, пусть это названо будет консерватизм, но все-таки я знаю, это в лоне церкви, этот путь проверенный. Или же допустить... Он не проверенный, он этот путь привел нас в тупик. Вот что я могу сказать. Именно я хочу узнать сейчас о Библии. Как Библия нового перевода, 100 лет недавности, привела нас в тупик. Я о переводе Библии. А потому что она хотя и по-русски написана, но многое там недостаточно ясно. Хотя бы послание апостола Павла очень. Мне на одно хотя бы место примерно назовите, какое непонятно. Много, много, очень много. Послания апостола Павла много. Много. Почитайте сами. А уж по славянски-то вообще-то... Посмотрите, псалмы, псалтики, посланицы в церковном славянске. Я не то, что читал, я его зовущее почти... Церковно-славянский псалтик вообще там набор слов. Просто набор слов, не касающийся в смысле никакого. Вот я спросил, сколько бы лет переводили, почему? Я спросил святого Жерома, он их ироним зовут. Он 30 лет день и ночь в посте и в молитве в Вифлеемской пещере безвыходно. Притом человек, знающий совершенно одинаково три языка. Родной... Он же переводил всю Библию. А 30 лет? Не забывайте, что он же ведь не сидел с утра до вечера переводил. Он в это время писал. У меня 24 тома его творений, которые написал в течение этих 30 лет. Плюс он занимался с людьми без конца. Плюс еще. Он сначала редактировал старо-италийский перевод. И только в конце он взял за свою вульгарту. Так что 30 лет это вообще всего его научные и литературные работы. Нет, он сначала до конца перевода. Хотя в это вкрапление были других трудов у него. Только этих трудов и целый полк. Целый полк. Это хватит на пять жизней. Какой таинственный смысл слова подыскать? Я хочу сказать, что с какой тщательностью подходили к этому переводу? Почему он наравне с древнееврейским считают католики? Да, они высоко ценят его. Высоко ценят, потому что это все-таки перевод такого особенного человека. Но надо сказать, что католики сейчас создали новую американскую Библию. Вот очень хорошую Библию канонника Ости. Иерусалимская Библия. Сейчас передана на все языки мира. Это прекрасная Библия. Католических новых Библий полно. Ну, хотя они ценят вульгат, но все это... То, собственно говоря, это разговор, знаете, как говорится, без хозяина. Потому что у нас никто переводить тут не будет. Вот у нас Библию нельзя достать. В переводе синодальном об этом идет речь. Чтобы у нас хоть было это. Так. Вам сарконов-славянский язык хорошо знаком? Ну как, читаем, служим. А вот те, которые перевод делали в новообрядчестве, литургии и прочее, Вам не приходилось сверять с греческим оригиналом? Приходилось. И как он у них? Там в основном Евдоким, кажется, занимался переводом. У меня есть греческий текст. Литургия. Но есть там некоторые места, которые можно было бы иначе перевести. Ну, в общем, Вы согласны с этим переводом? Ну, я не считаю себя компетентным на этом вопросе. Не делал по этому вопросу. А, допустим, такие, как вот крещение, венчание, Вы не сравнивали с тем, как должно быть? Нет. Я вообще не литургист. Литургии занимался мало. Ну, а если бы мы к Вам пришли, привели человека, нужно покрестить взрослых. Вы согласились бы на русском языке покрестить и повенчать на русском языке? Мы сторонники русского языка, поэтому в Вашем лице мы видим как раз то, что хотелось бы нам. Ну, для этого надо, чтобы был уже чин, который бы существовал. И кроме этого, тут даже беда не в русском языке. А тут беда в том, что у нас крещение для младенцев, оно написано для взрослых. Мы же просто ерунду говорим. Мы стоим перед младенцем и говорим о том, что он должен покаять в своих грехах, ну, и так далее. Эта церковь должна создать новые чины. Чина последняя создана в католичестве уже. Отдельно для взрослых, отдельно для младенцев. Должно быть новая чина последняя. Но это не мое миссия. Ну, а то если бы здесь все-таки Вы приложили свои знания, силы... Нет, это надо быть литургистом. Это так здорово в жизни не получится. Это надо очень серьезно об этом думать. Очень серьезно. Очень серьезно. Вот смотрите, сколько приходят людей в православную церковь. Ведь люди думают только, что они знают. Они только привыкли к звучанию этих слов, и в конце молитвы пристают на Аллилуйя, на Амит. И Вы это тоже ведь не можете не знать. Но мы стараемся разъяснять. У нас очень многие люди стоят в церкви с молитвенниками, где текст литургии, где тексты, перевод юхаристических молитв. Вот, я написал несколько популярных книжек об этом, чтобы люди вошли в курс дела. А не проще было бы, чтобы звучало на русском языке, если уж католики идут настолько, кажется, консервативные народы? Проще. Но это должен делать не рядовой священник, а это должен делать все-таки ответственно лицо. Ну, стучать-то даже, наверное, Вы, а нас никто и не слышит, где мы стучим-то. Я высказал в своих книжках пожелания, что русский язык нужен. А вот где бываете на приемах или там на встречах с архиереями, или написать Вам? Я очень редко бываю, потому что у меня вообще нет времени бывать на приемах. Я служу и занимаюсь дома, все. У меня, дорогие знать, писанины много, огород большой, 30 соток, сам себя кормлю. И в церкви тут хватает дел. Что у меня еще? Никаким приемом еще не есть. Что я там не видел? Я не знаю, как, но нам, которые вблизи нас люди, с кем приходилось говорить, мы считаем, что основным тормозом, что нет молодежи, так мало продвижения вперед в православие, это вот славянский язык. Это одно из основных препятствий. Ну, так вот Вы напишите, как мирянец, оставьте такой текст, что вот мы предлагаем и напишите вот на имя патриарха. Только что писал. Один раз оттолкнули, ну, через три дня там мне взяли и голос Америки передали, правда, в виде послания. И нынче тоже послал ему на шести листах. И даже духовный отец не одобряет. Ну, я там высказал в конце, что Россия двинется тогда и в церковь, когда патриарх выйдет с всенародным покаянием перед народом за все упущения. Может, и не следовало это говорить, но... Ну, нет, в общем, покаяние дело ведь всегда нам полезное. Покаяние дело полезное. Но только на разных языках Вы говорите, дорогой мой, с ними. Понять друг друга Вам тяжело. Вот здесь, с языками-то дело обстоит. У них свой язык. Вот. Хотя, в общем, каждый из Вас по-своему хочет добра церкви. Вот. Вы думаете, что они заблуждаются. Они думают, что Вы не своевременно все это предлагаете. И тоже не своевременно. Некоторые у нас действительно очень серьезно обосновывают защиту церковно-славянского языка. Просто, знаете, со страстью и с фанатизмом. Многие считают, что просто это было бы посягательством на веру. Вот. Я думаю, что они ошибаются. Вот. Ну, вообще, только практики может показать. Один владыка, знакомый мне, в некоем городе, взял Шестапсан, и велел читать по-русски. Это у нас есть уже? Да. Значит, читает через неделю к нему письма. Владыка, спасибо, какого Вы нашли хорошего чтеца. Никто не понял, даже, впрочем, что читали по-русски. Что этого за чудесный чтец? Мы всю жизнь ходим в церковь и бубу ничего не понимаем. А этот так понятно читал, так он... Вот. Интересно. Есть епископы, которые к этому стремятся. Не могу сказать, чтобы это было большинство, но, в общем, они есть. Отец Александр, меня интересует лично Ваше мнение. В церкви сейчас, ну, в пределах разумного, нужна какая-нибудь реформация, чтобы оживить то, что у нас есть, что окостенело, омертвело. Да, конечно. Безусловно. Безусловно. Ну, основные пункты, назовите, пожалуйста. Я только заранее должен предупредить, что я ни к чему не призываю, ни на чем не настраиваю, потому что это мое личное мнение, которое я не хочу никому навязывать. Может быть, я и в чем-то ошибаюсь. То есть это дело такое... Ну, потому что я об этом не думал. Знаете, по какой простой причине? Сейчас с условиями довольно слабо. Во-первых, а во-вторых, я всю жизнь служу в деревне. 25 лет все в деревне. И очень далек я от рычагов, которые можно было... Это все равно, что какому-нибудь там ефрейтору, понимаешь, думать за маршала. Ну, это ефрейтор стал главой государства однажды. Было. Правда, хорошего из этого и было мало. Ну, да. Напомнить долго буду. Да, но он стремился стать. Я не стремлюсь. Я не стремлюсь. Я не стремился ни в крупный город, ничего. Потому что меня это не интересует. Лично меня не волнуют эти вопросы. Вот. Мне вполне достаточно быть просто приходским священником, заниматься богословскими науками на досуге. Ну, вот когда вы стоите в алтаре, смотрите, что-то бы оживить в этот массу. Что сделали бы вы, будь во главе? Да. Если бы я был во главе, я первый, что значит, с чего бы я начал? Значит, во время литургии царские врата открыты были во все время. Как только благословено царство, до конца, до отпуска. Вот. На все местные, может быть, можно было закрывать в некоторый момент, там, на кофейзмах и так далее. А на литургии надо было целиком всегда все, чтобы было открыто. Это безусловно. Ну, у нас было употребление записками. Чтение записок, которое превращается в такое вышибание денег. Я понимаю, что церкви нужны там деньги на ремонт, вот такими злостными способами мы вышибаем, что часто в Москве, но у нас такого нет, но в Москве там даже по полчаса бубнят имена. Вот. Причем это обман, потому что люди... Богу это не нужно в этой имена перечислять. Это все надо читать в топроскомедии, в алтаре. Эти записки, молиться за живых, умерших в алтаре. Вот. А тут не только, поминай, да еще устраиваться святыми у покоя. Во время литургии есть такой момент, он неправильный. Это, с точки зрения, чина, чина последования, а беднее. Нельзя ее прерывать такими вещами. Вот. И если бы вот это произошло, уже многое бы начало изменяться. Вот. Кроме того, необходимо во всех храмах, в больших городах особенно, вести микрофоны. Там же проповедь, произносимая, скажем, в большом соборе, выходит там, батюшка, может, он что-то отдельное говорит, но ведь это как раздевает щука рота, не слышно, что он поет. Я как раз вопрос хотел задать. Это совершенно невозможно. Господи, да уже это... Ну и что касается русского языка, конечно, это сразу ломка такая не нужна, чтобы сразу вводить русский язык. А что надо было бы сделать? Создать комиссию, в которую входили бы не только литургисты и богословы, которых у нас маловато, но и люди верующие, истинно верующие, которые хорошо понимали бы красоту слова литургического и произвести полную ревизию всего богослужебного текста, начиная с литургии и кончая всем минеем. Это работа на 50 лет. Ну, конечно, литургия. Какую ревизию? Значит, некоторые места можно было действительно поставить по-русски. Например, чтение Писания, некоторых псалмов, там, шестопсалмы, действительно можно. А все остальное надо не переводить на русский, а, по-видимому, надо русифицировать. То есть, изъять все выражения, которые совсем иное означают у нас. Скажем, в Евангелии от Луки мы читаем, «Почему вы ест-то дряхло?» Да не дряхло, ест-то печально. «Почему вы печально?» Там стоит «дряхло». Это старое слово, оно уже сейчас имеет другое значение. Всегда мы говорим «матерным» вместо «материнским». Надо отсюда заменить «материнским». А у нас в церковном славянском тексте «матерный» стоит. И многое другое. То есть, русифицировать, сильно приблизить текст к пониманию людей, молящихся. Ну, и вот этих простейших вещей, не говоря о том, что надо повысить уровень проповеди, этого хватило бы надолго, при наших силенках слабеньких, надолго бы хватило. Ну, и с торговлей покончить в один день? Ну, это-то ясно, что здесь получается обратная такая вот связь. Потому что, значит, нужны деньги. Там начинается увеличение каких-то там излишек. В церкви упростить надо все, упростить. Не нужно вот иногда безумное количество позолоты. Зачем это нужно? Ну, зачем? Это и некрасиво мерзко, я не могу понять все. Это вкус мерзкий. Это некрасиво. У нас есть Резоположенская церковь, там меня рукополагает, якобы. Там весь иконостас вот вызолочен, как самовар. Это смотреть невозможно. Ну, я понимаю, что это там 17 век, и там был тогда дурной вкус. Но у нас это всюду. Ну, а что же теперь смотреть, когда начинают каждый день новую эмитру надевать, если наградили, и Резы, которые глаза слепят, доменяют раза два ее во время службы. Это не тот же ли вкус? Это то же самое. Облачения должны быть все волчевые, шерстяные. Такое обыкновенное, шерсти простые. Как, кстати, шерстяные, это же было принято в церкви как символ пастыря. Тонкая шерсть, белая или черная. И все. И выше там крестики. Но ведь мы играем в игрушки. Выходит какой-нибудь архимандрит, он похож на елку. Или уж архивей. На елку украшенную. Кругом бижутерия, весь блестает. И это все смешно, признается. Но сам разве он не понимает этого? Нет, некоторые даже коллекционируют все это. За них и Дмитрий, как и обузов в осенью стоят. Поэтому еще сто лет назад Толстой писал, что когда мне говорят о православной церкви, я представляю себе сразу каких-то странных людей в черных длинных шелковых одеждах, с бриллиантовыми украшениями, с длинными волосами запущенными, бородатых и обвешенных всякими погремушками. Я не точно, примерно упрек справедливых. Это осталось. Прошло сто лет, и все тоже. Простота облачений, простота сосудов, простота... Тем более, что современное искусство, оно требует простоты. Это даже, так сказать, ну, с точки зрения красоты. Сейчас ведь все это... Вот это вся барокко-высливость. Конечно, у нас храмов мало, и... Спасибо, там какие есть. Но все-таки, если бы священники сходили из этого, они, пожалуй, что-то такое могли делать. Вот. Вы не можете подсказать. Примерные пути, начало, я вам... Лично я думаю, это совершенное отступление от первохристианской простоты. Вот поставили обыкновенный парень, с тобой же он гулял, ходил, я его знаю. Даже такой, он у меня в доме обратился. Как говорится, здесь он так и услышал слово о Христе. Ну вот, какие-то связи, родственные вдруг появляются, делается он священником. И уже не знаю, с какой стороны к нему подойти. Не то ли он сам забыл, кто он есть, хоть бы лапки свои спрятал, чтобы время от времени на них смотреть. А что, возгордился? Да это сплошь такое. Вот в чем дело. Это от глупости. Салтыков щедрюн говорил, нет глупости горше, нежели глупость. Глупый человек, который из грязи до князя, ему кем поставь, конечно, он будет гордиться. Участковым или загмагом, или батюшкой он будет ходить и гоголем. Это все от глупости. Настоящий умный человек, я помню, беседовал с одним митрополитом, действительно человек высокой культуры. Он не только слышал, он мне пальто подал. Хоть я, конечно, сказал, что, Владыч, что? Он говорит, вы мой гость, я вам подаю. Он простота. А ведь он митрополит был фейкзархом. Вот разница. А какой-нибудь там, но от Беспалушки, он только ему посык дам, пойдет себе по улице и поди вниз. Ну, это же человеческое. Так, ну, а почему же, в общем-то, если взять, я не знаю, какую цифру ставить, но, думаю, девяносто под восемь процентов, наверное, священники, в полном смысле боятся народа, чтобы прийти. Ничего не надо, батюшка. Как человек, приди безмолвно, со мной пообедай, я все, что имею. Это мое, это твое, батюшка. Но никакими судьбами, даже хитростью, не могу его замануть на один завтрак. Ну, надо сказать, что у нас в Москве священники охотно общаются с прихожанами. По крайней мере, всех, кого я знаю, пожалуй, они проводят у прихожан больше времени, чем в своей семье. Больше. Это уж точно. Ну, это диво, конечно. Почему диво? Это норма. Я вот сейчас вспоминаю всех, они только и ходят. Я вот меньше хожу, потому что я далеко живу. Вот я надеюсь, допустим, за 10 лет в одном только городе, живя невыездно, зная всех священников, приглашая всех непрестанно, через тех, кто у меня есть за таком. А может, они вас боятся? Зная, что вы такой с подковыркой, что вы их сейчас обличите, вылечите, и у них кусок поперек горла станет. Может быть, но они... Вот что-то и оно. Если надо выйти, может, они куда-то в другое место ходят, где им просто дадут выпить и закусить, понимаешь, а не обличаться. Да, вот это и есть. Вот. А вы скажите заранее, что, Байский, приходи, обличать не буду, а это выставлю, все будет хорошо. Вот не выстоять не могу уже. Ну, о, вот почему не ходят. На что ходить-то? Как говорил Толстой, зачем нужны общество трезвости? Вместе собраться, так выпить. Аж если собрать, что-то не пить, так чего же. Так, ну вот мы все верим, что будет суд Божий. Он и есть. Он и продолжается, Игнатий. Да, и есть. Он начал все в жизни еще. Он начал все в церкви Божией, напевно. Да. Так говорится. То вот будет и награда. Написано, у Бога обители много. И батюшки должны же в это верить, что будет награда. Как апостол ожидая по апостолу Павел говорит, а теперь готовится мне венец правды, которую готовил Бог всем, любящим его. То вот эти вот ваши награды, которые заслели весь духовный горизонт, что они из себя представляют сейчас? Эти награды, которые придумали. Вот воображаемые духовные мечи ему дадут там в виде подружника. Вот еще что-то, шапку заменят, боком ее повернут. Видите, дорогой мой. Я, конечно, принимал все эти награды из рук владыки, как знаковый не сказал, что владыки надо. Он иначе не может выразить, так сказать, свое отношение. Свои одобрения. Вот. Но по существу-то мне известно происхождение этих предметов. Мы знаем, что набедренник. Это, ну, как мы знаем, церковь вначале была в жарких странах, на берегах Средиземного моря. Когда было много народа, было очень жарко, и надо было носить такое полотенце. И полотенце вытирали пот. Вот это был набедренный. Только и все. А сейчас из-за него умирает, вижу, побычу. Да, ну, не знаю, стоит замирать. И разные другие вещи там, они поимели происхождение довольно обычное. А палецу, это вообще был императорский знак. Посмотрите на мозаики императора Юстиниана 6 века. Он там стоит с палецом. А священник там, там, епископ рядом с ним. Глава Византийской церкви. Бритый, коротко стриженный, и в Филоне. В Филоне, не в Сакасе, а в Филоне. В обычной священнике Филоне без креста, только самофором. Может быть, это диаконская? Нет, это глава церкви. Я слышал, что для того, чтобы можно было войти в царю, то его посвящали в диакона. Нет, нет, это у епископа и патриархи носили обыкновенные Филонии во время службы. Священнические Филонии. Причем без горба вот этого. А Филонь такую, как сейчас носят католики. Она просто не спадает на плечи вот так и вниз. Так что сегодня вот эти награды означают на кресты... Это я все бы убрал, честно говоря. Все, слава Богу. Убрал бы. Ну все слава... Вы так говорите, как будто я в отриархе и в Сиренский собор. Да я нахожу вас. Да ничего не надо, пожалуйста. Да пожалуйста, путь дают. Конечно, это все непристойно, но что делать? Особенно, знаете, когда у нас бывают соборные служения, вместе служим. Это мне всегда напоминает о том, как апостолы делили место, кто там первый. Становится по второсту хератоний, значит. У кого там крест украшения, там первый, кто там... И вот это такая начинает там возня, вот, становится зад, вперед. Вот. Ну, в общем-то, это все пустяки, я так не обращаю на это внимание. Но это не очень приятно. Но мне кажется, все это дань бездуховности, так называю. Да, глупость это. Чтобы как-то эту зияющую пустоту закрыть, как профессор Матунковский говорит. Да. Значит, мораль, что каждый верующий человек православный, он должен жить духом истинным Богом. А уж эти вещи, пусть там пополно все это навешивает, все это... Раз мы не можем изменить пока, будем укреплять свой дух. Потому что мы-то, без Митр и без всего, мы должны были стать одеждами духа и правды. Вот нас это спросит. Теперь о благослуживной литературе. Как уже, хоть вы и сказали, что не литургий, там, не экономист, но все-таки вы каждый день общаетесь с этим. Вот это множество книг, которые перекидывают из рук в руки, на каждый день их можно десятки переврать, усарабляться, только за щелки хлопают. То не специально ли все это запутали, что отбери книги и служба кончат? А так как в простоте шли апостолы? Ну, не брай вам два струка. Это не специально. Это как раз связано с тем, что Спаситель говорил, что язычники, когда они молятся много, они думают, что они будут услышаны многоглоголами. А поскольку мы больше не все сами язычники, мы к этому и вернулись. Значит, мы в одном бы книгу писали, чего же 10 книг запутать, что только доступ определенной элите, знающий порядок. Это монахи все придумали, дай Бог им здоровья и Царство Небесное. Это монахи. У них было много времени, знаете, они там что только не придумали. И поэтому для того, чтобы составить богослужение, надо быть таким палмудистом о семи пятях во лбу, что тут простой Клирашанин не сообразится. Хотя на самом деле все это пустое, потому что люди все равно ничего не понимают. Вот это вся Иссуаль. А в текстах есть много прекрасного. Много прекрасного, но много и пустого, в общем-то. Так, я хотел дальше спросить. Мне понятно, что в период, когда церкви нужно было выстоять, устоять среди всех ересеев, особенно три единства Божия, и о том, что Иисус Христос имеет две воли и два существа, эти песнопения и ермасы нужны были. Но сегодня, когда они бесконечно повторяются, никого и не утверждая, мы иного Бога не знаем и не верим, потому что нам и непонятна тогдашняя борьба, то не лучше ли было ввести новые ермаса, утверждающие нас на данном этапе жизни? Конечно, так и поступали в Древней Церкви. Все, что мы имеем, это было новым когда-то. Ведь апостольская служба что? Ну, они читали еврейские молитвы и псалмы, но потом прибавили еще какие-то, две-три своих молитвы. Но литургия восстановила и все. А все остальное это было новшество. И с каждым веком этих новшеств прибавлялось. Самих литургий было не меньше 15-20 форм. Одновременно, в разных церквях. Каждый город имел свое объединение, совершенно отлично. Непохожие. Ну, суть-то та же, конечно, была, но текст был совсем другой. Сейчас вот недавно открыта литургия Ипполита Римского 3 века. Она отличается от латинской мессы, которая уже тогда была. И были тогда другие объединения всякие. На этот счет есть литература и текст. Я опять повторяю, что вот это многократное повторение, утверждение нашей веры среди единого Бога, тогда явно необходимо было среди ересейства, арианства. Но сегодня, когда другого-то Бога мы не верим, к чему вот это тысячекратное повторение? Надо просто писать заново все. Но кто это будет писать? Ну, пусть оно меньше будет, хотя бы в 10 раз меньше. А в 10 раз было бы больше жизни сегодня. Сократишь, а потом скажут тебе, ревнители веры скажут, ну, что ж, батюшка, все время сокращай. Это же от благочестия, потом они скажут. Потому что у них представление какое, что, значит, для того, чтобы вызвать Бога, нужно сказать определенное количество слов. Если вы помните, в детстве мы все читали сказку про Али Бабу из «Сорок разбойников». Там был словечек такой «Сезам, откройте», и эта пещера открывалась. А без этого нельзя было. Так вот, значит, а буддисты, они считают, что целый ряд молитв надо произнести для того, чтобы пришло просветление. Но поскольку они неграмотные и произнести их не могут, они завели такие мельнички. Около каждого храма у Падыбе стоят мельнички. На них написаны молитвы на барабанчиках. И ты подходишь и крутишь его просто молча. А на молитве сама собой, значит, там действует. Так вот, когда человек смотрит нынешний, вот такой набожный, на наше богослужение, он на него смотрит, как на молитвы на мельнички. Надо прокрутить все, и чем больше ты прокрутишь, тем скорее Бог тебя услышит. Но это языческое представление, ничего не скажешь. А нельзя же литургию сделать так, допустим, вот хотя бы, она пусть бы на две части. Основная часть сохранялась бы, какая есть. Даже, знаете, это шестопсалмин. Пусть один был псалмин, но ясно, четко, дохочев, может с малым толкованием дать. Почему, естественно, как будто в молотилку напирает сноп на сноп, и мекину не успевает опитать? Это есть такой отец Сергий Желудков у нас, он на пенсии уже сейчас. Он написал книжку «Литургические заметки», где он изложил свои взгляды, он действительно литургист, а критику на наше богослужение навел. «Сильный шорох». Вы бы читали с большим удовольствием. С большим удовольствием. Там все это сказано. Я скажу, что я в храм прихожу на великие страдания, обычно у себя там, и не идти, зная, что негде, и прихожу на муку и на страдания. Терпеть надо. Терпеть. Терпеть, потому что раз изменить не можем, давайте займемся тем, что мы можем изменить. Есть такая молитва «Научи меня, Господи, отделять то, что от меня зависит, и то, что не зависит». Отделять и действовать. А вот если бы Вы на месте, да, вскользь сказали о радификации собора, если бы Вы здесь с настоятелем поговорили, он согласился, то вышестоящие могут Вам запретить это, из-за того, что жаловаться будут прихожане? Или можно, кстати, где-то... Прихожане не будут жаловаться. Ну, а можно где-то проэкстримизировать, хотя бы раз. Ну, были, были, были опыты. В Бартистов, конечно, себя ввели. Ну, мусульманы-то мы заходили, то же самое. Да, ввели. Так что, в общем, это от инерстности, от косности, а можно. Кто-нибудь бы начал так. В Москве, конечно. Деревняк-то тут нужды нет. А московские, батюшки, говорят, здесь на глазах хорошо бы в деревнях начали. А в деревнях нет нужды. Нет, это, например. Нет, ну, просто это было бы смешно, если бы я взял. Микрофон, когда я выхожу, я вижу всех. Ну, да, это маленький храм, кстати. В Тарасске я служил. Храм большой, но там такая акустика, что она лучше всякого микрофона. Просто замечательный, гениальный акустика. Как вот понимается, сейчас, в настоящее время, не должен быть двоеженец, вот это место апостола Павла, когда вы приседете, как полагается. Да, да. Как это понимаете? То, что у него сразу две жены, говорят, для язычников, или вообще, если он был женатый, а потом женился, то это уже двоеженец? Все-таки, наверное, последнее. Все-таки должен быть единожды? Да. А почему сейчас строгости такой нет, как вот раньше было, что если он уже познавал женщину, до этого был, то есть не сохранил, как и мужчина, как женщина, свое девство, то его не саяли. Если у него была... Да что там не про девство говорится. Человек тут иногда приходит рукополагаться, у него три печати о браке в паспорте, а вы про девство. Тут браками-то разобраться архиереи никак не могут. Людей не хватает, рукополагать надо. Только поэтому? Есть епископ, который на это дело смотрит строже, есть, который более... Значит, в Болгарии и так решили, значит, разрешить рукополагать двоебрачность до Вселенского собора. Какого именно? Что они имеют? Вселенский православный? Да, православный. Ну, не то это, а всего три печати. Ну, по-нашему это и сказать, когда рак на горе свистнет, тогда разберем. Бесконечно. Я снова возвращусь к этим книгам, к Минеям, к Актоихам. Лично вы сами как смотрите, что их нужно в таком порядке переводить или там что-то русифицировать? Или все-таки пересмотреть и сделать упрощение, понятности и кое-что оставить совсем, как не нужно? Знаете, я особенно не думал в этом направлении. А вы не устали от этого, что перекидываете книги с места на место? Да они все путаются и... Не, ну у нас-то уставщих хороших не очень путают, но в общем-то я бы предпочел, конечно, чтобы была новая структура вся. Предпочел бы. Но я этого сделать не могу, даже если бы мне предложили, я бы не взялся. Это слишком... А как смотрите на то, что вот алтарь обновленцы вынесли на середину, открытый был? Нет смысла, если царские врата будут открыты, тогда и алтарь открыт. Зачем выносить его на середину? Это не обновленцы, католики вынесли теперь. Обновленцы, это дело с прошлого, а католики сейчас вынесли. Ну, догматически это правильно, конечно. Алтарь должен стать среди народа, люди вокруг алтаря. Вот. А то, что закрывает царские врата во время литургии, это догматическое нарушение. Как вот смотрите лично вы на акафисты, вот когда вы уставший, вам заказывают заказные молебны, она заказала, может, сама где-то на базаре. А батюшка стоит в это время языком заплетающимся, радуйся, радуйся. Да, я считаю, что это мое испытание, мое терпение. Испытание терпения. Да, отец Дмитрий Дутко говорит, быть даже средним священником, это геройство сегодня. Да, в этом смысле да. Да, это очень тяжело. Да причем акафисты у нас, к сожалению, на 80% плохо составленные. И такое, считаешь, там, недовлетворительное. Ну, а сами вы лично думаете, эти акафисты, они нужны или нет? Нет, вот это постоянное повторение радости, когда мы знаем, что без нашего радости уже давно там это все радуется, и все уже есть. И а если бы это время о Боге сказать, людей привлечь к тому, что самое есть главное и важное. И вот сегодня один радуйся, завтра другой, и он везде радуйся и радуйся. А ничего никто не знает. Вот это самое, восклицание радости, в старину, это было такое приветствие просто. Это было приветствие. А вы, Мария, приветствуйте тебе. Ну, какое-то обращение такое. Это все переводилось в греческое. А потом у нас начали писать, и довольно лифы писать. И есть акафисты хорошие, из новых. Акафисты умерших, замечательно, описанные уже после революции. А на русском языке акафисты святой Троицы читали? Так, в возвышенном таким тоне, на русском языке, прославляют за горы, за все, за все в природе Бога. Слава Богу, за все есть такое. И за промыслительные встречи с людьми, и за наитие духа на художников, на поэтов и писателей, за все. Это хорошо. Там, значит, такая возвышенная, тонкая душа. Его без слез нельзя читать, мы и дома читаем. Ну, вот, вот, хорошая вещь, можно. Почему? Нас найдет человек, который напишет. У нас народа много в церкви, миллионы людей, а творящих мало. Более того, врагов для творчества очень много. Начни что-нибудь там, это все скажет. Это не православное что-то. Что это такое у тебя тут за... И все. И накрылся. Вы на некоторые, что можно ответить, политические вопросы можете ответить? Но без этой штуки. Нет, ну, это просто простой вопрос. А, ну, если простой, то... Нет, в Москве вот мы ходим, и есть там знак, как спортивное общество «Спартак». Я пытался спрашивать на вокзале, все стены исцерканы. Да. И говорят, что это какая-то неофашистская организация, кого-то уже забирали здесь, про это не слышали. Вы знаете, молодежь всегда бродит. Вот. И если бы мы давали больше им духовной пищи, то не было бы этих брожений. А поскольку духовная пища до них не доходит настоящая, то они ударяются в разную ерунду такого рода. Это не первый, не последний раз. От спорта понимаешь, что они приходят к разным идеям дурацким. Это все есть, к сожалению. Ну, а там о солнце личное в настоящее время. Как вы думаете? И чуть-чуть коснуться протоколов. Что это, надуманное или действительно выкрадено книгусом? Да, ничего не выкрадено. Это же давно все доказано. Еще в 20-м году нашли книгу, с которой эти протоколы были содраны. Эта книга была написана во Франции адвокатом Марисом Жоли против Наполеона Третьего. Вот. И в 20-м году в библиотеке одного эмигранта, офицера, охранки церкви, нашли случайно эту книгу. Она была конфискована Наполеоном Третьим, поэтому остались считанные экземпляры. Вот. И люди, которые нашли, сразу заметили, что там слово-слово протоколы. И, в общем, оказалось, что она наполовину оттуда списана. Это все было специально придумано. К масонам не имеется никакого отношения, к евреям тем более. Это все фальшиво. Что касается масонов и сионистов евреев, то тут большое противостояние, потому что евреи хотели создавать национальное движение. Это было одно. У масонов была другая цель, противоположная. Ликвидировать все национальные особенности. То есть создать единую религию, такую неопределенную, Бог, душа, бессмертия. Создать единое государство. Вот. На основе такого гуманизма туманного. Разрушить расовые, религиозные, кассовые предрассудки. Почему масонство играло роль большую? Потому что оно создало себя в 17 веке как некая противоположность церкви. Возникло это движение как антипод церкви. Потому что в 17-17 веке церковь на Западе была потрясена в своих основаниях. И ее авторитет стал падать. И вот люди, которые исповедовали деизм, веру в Бога, люди склонные к скептицизму и даже к материализму, стали образовывать такие группы. Мир с собой тесно связаны. Человек, приезжающий в любой город, он сразу мог бы с обратно найти там и пристанище, и деньги. И вот эта общность людей, символика, все это очень прочно воздействовало. Очень прочно. И заметьте, если вы помните «Войне и мир», почему Пьер Безухов пошел к масонам? Почему Пушкин стал масоном? Почему огромное количество людей, русских и христиан даже, такими как был Новиков, издатель, такие как Архитектор Баженов, почему они? Официальная церковность их не удовлетворяла. Для того, чтобы понять эту психологию, надо почитать хотя бы роман Писенского масона, он очень достоверный. Верующие люди, они хотели какого-то братства нового, подобно так, как мы сейчас. И они находили это под крышей масон. Но было масон сатеистическое, резко антицерковное, которое выступало просто, так сказать, как серьезный враг церкви в конце прошлого века. Одним из главных масонов был Лео Токсиль, написавший забавно Евангелие. Но это совершенно особое, так сказать, дело. Это даже международный тайный клуб. Я пытался, я читал много литературы масонской, найти там тайны. Некоторые из них, конечно, оккультисты, некоторые исповедуют какие-то тайные доктрины, некоторые просто позитивисты. История масонства изложена во многих книгах, ничего, так сказать, там такого таинственного нет. Масонство было ликвидировано во всех государствах, где правила одна партия. Гитлера истребил полностью. Ну, в общем, все. Гитлер полностью, а сам был член масонской ложи? Нет, Гитлер не был член масонской ложи. Что написано? Что написано в газете? Основой его политики была построена антимасонской борьбе. Это было все, так сказать, на этом построенном. Официально у государства была запрещена масонская ложь. А уже книга «Первая Якова» за 1914 года Яковлева вы читали? Да. Там, как Милюков на 333-й странице пишет. Нет, Милюков действительно сам принадлежал в группе масонских. Так он говорит, что многие думают, что были бестолковые люди во временном правительстве. Ничего подобного. Мне говорят, на склоне лет открылось, что там крепкий монолит был, состоящий из масонов. Керенский, Коновалов, Терещенко, Некрасов. Я не знаю насчет Терещенко и Некрасов. Я знаю, что Керенский был масоном, либералом и масоном. Но насчет крепкого монолита, даже смешно говорить. Хороший монолит, который сразу сбежал при первой же опасности. Так вот, здесь еще одна тайна. Каким путем это было передано и что? Здесь поэтапно рассматривается. Никакой тайны нет. Дело в том, что масонство – это слово, которое покрывает очень разнообразные политические и культурные группировки. И на самом деле, если говорить о масонах, скажем, в декабристском движении, это были единицы. В февральской революции их было больше. Но они тоже все потерпели поражение. Они не удержали власть даже года. То есть они оказались очень слабы. И сразу потом все было закончено. Слабы или назначена была роль, выполненная в течение года продержаться. Другая рука им предсказала, сколько быть. Дано это слишком. А вот сейчас вышел 10-й номер в 1981 году, «Человек и закон». Там тайна масонов, как за ширмой мистицизма, описывает. И нарисовано каменщики, написано «Масоны и строительство третьего храма Соломона», подпишет. Раньше писали «Пропаганда-2», а сейчас «Пропаганда-Сионизм-2», «П-2». Дело в том, что это все было в 1905 году придумано в царской охранке. Для того, чтобы дискредитировать революционные движения различные, их приписывали евреям и масонам. Не, ну сегодня-то зачем приписывать советское писать бы им, а? Вот действительно, чего бы. Причины всегда похожи, и следствия похожи. Если вы это... Значит, вы считаете, что вот о масонах это пущен миф, чтобы на кого-то свалить вину? Ну, потому что масоны, на самом деле, в современной цивилизации, это очень разнообразные движения. В Америке, в основном, их всего сейчас 5 миллионов. 4 миллиона в Америке. Вот. 4 миллиона в Америке. В Америке страна совсем не похожая на то, что многие считают масонским. Америка есть Америка, процветающая страна. Всегда же говорили, что масоны в России вставились, а на самом деле все масоны живут в Америке, и живут по-другому, капиталистическому способу. Как вот вам представляется воцарение Антихриста и предыдущие перед ним события в мире? Лично ваше мнение, согласно Писанию, конечно. Какие должны произойти последующие события, чтобы он воцарился? И как он воцарится? Или это будет не так, как Ефрем Сирин говорит, что отдельная личность сайта из печати и прочее? Ну, я особенно не мог себе, так сказать, представить точно эти картины, потому что все то, что я читал, меня не удовлетворяло. Я только знаю одно, что по мере действия Духа Божия в истории, он все более и более себя проявляет через людей, через пророков, через апостолов. Он наконец-то воплотился в самом Господе, и дальше он действует через святых, через церковь, через все положительное. Положительный полюс растет. Я уверен, что сегодня церковь стоит на большой высоте, несмотря на все наши изобразия. Сегодня героями церкви являются такие люди, как мать Мария, погибшая в концлагере за людей. Мать Терезы в Калькутте, которая собирает там несчастность. Она жива или нет? Да. Получил Нобелевскую премию. Сколько же лет? До 70, около 70. Вот, теперь Максимилиан Кольбе, который создал первый радио и радиоцерковные центры, и погиб тоже в лагере, как известно, за другого человека. Мы таких не знаем. История христианства в прошлом не знает таких святых. А как же Игнатий Богоносец? Игнатий Богоносец, он был арестован как епископ и не отказался от веры и пошел. А вот, чтобы человек за брата своего умер, чтобы человек вот так заботился о брате, как делал до смерти самой. Но как же Златоуз ради этого и пошел за ближнего своего? И апостол Павел и Петр могли бы вернуть? Отвечаясь, Златоуз зато и свергли с престола, потому что он был не в той степени. Не нравился это людям. Такие люди, как Златоуз, были редчайшими исключением. Редчайшими. И более того, Я просто даже не знаю, вот, это высокий взлет сейчас, высокий взлет. История церкви дала сейчас больше мучеников, чем их было от Нерона до Диоклетиана. Причем во всех странах мира, не надумываясь, что там это у нас, во всех странах мира. Вы знаете, что в Мексике в 20-е годы повально расстраивали всех священников. До сих пор там Конституция действует такая, что человек верующий не имеет права быть избран даже в местные советы еще. Ну, как и у нас, священник никогда не будет избран в местные советы. Но мы имеем право быть избранными. Ну, конечно. Если бы я очень хотел, я бы мог добиваться. И, так сказать, юридически никто бы не мог это возразить. А там нет. Разве ты не... и тот, и другой остался на месте. Так, юридически здесь больше помелькифилось перед глазами. А там он знает, что ничего нет, и сидит на месте. Ну, в общем, церковь там была сильно истреблена физически. И устояла. Что вы видите сейчас? В Китае тоже. Ну, в Албании вообще истребили церковь. Так что... Вот сейчас, в настоящее время... Я не такой. Значит, растет вот это царство Божие. Оно растет. Но и царство сатаны, град человеческий, тоже растет. Оба полюса растут. И где-то они должны... Они все время сталкиваются. Все время происходит борьба. Шунильцы и племенные тоже. Борьба, борьба, борьба. И последняя борьба будет очень велика. Посмотрим. Доживем, хорошо. Нет, будем с того света грузить. Все. Вот сказали с того света, вы меня сбиваете с моих вопросов, сразу за вами хочется след идти. Вы верите, написанное Феодориным мытарство, что душа именно идет вот по таким мытарствам, вот стойко-то дне она идет? Нет. Я думаю, что душа проходит долгий очень путь, гораздо более сложный, чем там описано. А как вот у профессора Реймонд Моуди младший жить после жизни? Ну, он там писает только первый момент после умирания. Так что там всей этой эпопеи нет. Вот. Я до этой самой книги с людьми разговаривал, даже записывал такие случаи. Они все очень похожи. Но это первый момент, когда человеку дается освобождение. Вот он даже, дурной человек чувствует себя как... Потом, конечно, есть путь и очищение, есть мытарство, как таковые есть, то, что католики называют чистилищем. Безусловно, не можно нечисто войти в свет. Но там все это, в этой книжке про Феодора, это все очень так грубно, материалистически изображено. Там бесы охотятся как-то так это, ну, слишком... Ну, может быть, показано. Караулют. Ну, в общем, это как-то не победит. Ну, тогда еще лично к вам, раз зашла речь о мертвых, о мертвых. Вот вы читаете эти записки, которые вам подают. Знать не знаете. Человек там задавился или упился, или вообще дня не ходил в церковь. Вы обещаете Царство Небесное. Это не если обман? Мы не обещаем. Мы молимся о том, чтобы Господь их принял. А вот что там будет? Но как принять, когда написано, неверующий в Сына Божий не имеет в жизни вещи, но гнев в Божий пребывается? Уже пребывает. Что вы можете изменить? Можно. Милосердие Божие больше Божьего гнева. Но оно не больше Слова Божьего, которое он сказал. Милосердие в сторону искажения нашего, нашего желания, оно не может быть. Но мы всегда верим в милосердие, в конце концов. Но милосердие в том и заключается, что восторжествовало справедливость у Бога. У Бога нет справедливости, у него только милосердие. Если бы было бы справедливость, он нас бы всех сейчас пуганул и все. Нет, после смерти, когда... Да и в этой жизни мы никуда не годимся, вообще мы никуда не годимся. По справедливости мы все нули. Да, это так. А говорим, Господи, помилуй. Не воздай мне по справедению, а помилуй, как уже осужденный, который просит помиловать. Зато он говорит, за гробом нет покаяния, а без покаяния нет прощения. Но он ни одного дня не исповедовал Христа. А вот открыли широкие ворота всем в Царство Небесное. А Христос говорит, узкие ворота, немногие находят. Не сказал, родные за них будут находить туда. Ну, может быть, Бог найдет что-нибудь. Спасение весь широкое. Значит, вы думаете, что вот в этом вопросе вы делаете, здесь все чисто и без обмана? Да, за самого последнего года я буду молиться, чтобы Бог его простил. И как ты острый. А как же в живых еще Господь сказал, не молись и не взывай на них, ибо я не услышу тебя. Иеремия 6,16. Был такой момент бесполезный. Бесполезный. Это было, означало, что уже все. Вот, но это редкий случай. Кому же Бог действительно скажет. Вот мы в Библии читаем, такие маловажные детали указываются даже в Новом Завете. Казалось бы, они совсем ни к чему. Но столь важно, на чем построены целые учения, как молитва за умерших, и я имею в виду за умерших безбожников, за верших я молюсь. То почему об этом не сказано даже полстрочки, а мы отдаем половину своего служения и заботы только о мертвых? Почему в Слове Божьем нет единого намеха на то, что есть за гробом покаяние возможность спасти, изменить его участь? Только в неканонических книгах. В книгах Маковейских есть. Да это только намек. Не говорится, что им лучше. Это имеет доброе намерение и хорошо сделал. Только если автор пишет. Ну, что он молился, что была молитва за умерших. Только и всего. Но не говорится о том, что результат молитвы тот, который ожидали. Вопрос догматический еще. Догматический. Но я все-таки верю, что молитва за умерших имеет значение. Я не за умерших сказал, а за безбожников умерших. За неверующих, виноградных и вошедших. А кто их знает? Знаете, вот иногда кажется, что человек совершенно лишен веры. А я не верю. Не верю в это. Я не верю, чтобы был такой выродок, который бы был совсем неверующим. Верь. Достоевский как, говорит, есть тот, который, говорит, и в аду проклинает Бога, чтобы Бог уничтожил там себя. Но мне такие не подались. Все атеисты, которые я знаю... Да приносят мертвым, конечно, вам ничего не скажут. Нет, нет, но вот которых я знаю живых. Огромное количество. В глубине души у каждого есть и к Богу. Я, знаете, сказал однажды батюшкам такое, говорит, вы его проталкиваете, он у меня сосед был. Он тебе ранил не дом, а улицу. И вы отпеваете. Самое большое наказание, если бы они воскресли, и вас вместе с ними поселить, чтобы вы неделю пожили, вы бы, наверное, с заказными молебнами Бога умолили, чтобы он их не принимал куда. Нет, тут только одно. Здесь, по-видимому, два чина отпевания должно быть. Я это когда-то и предлагал, но, конечно, так не сказать. Чин отпевания для члена церкви, вот, человека, которым мы знаем, что он был грешник, но человек чтивый, который стремился к Богу. И для того, кто приходит, так сказать.